Здравствуйте, сударыни и судари! Порой начинаешь листать какой-то толстый фолиант, и не можешь понять, чего же автор крутит и вертит то да потому. Если выжать воду из его рассуждений, то окажется, что там смысл-то всего. Из пяти предложений каждые пять слов. Здравствуйте, сударыни и судари! Порой читаешь толстый фолиант и не можешь понять, чего же добивается автор. Почему он идёт по кругу то да потому. И вот эти все длинные рассуждения и сентенции, если выжать воду из них, то окажется всего-то там смысла. На пять предложений из пяти слов. Я не собираюсь задержать ваше внимание сегодня надолго. Хочу рассказать немного о подкорбках томатов. Если ваши томаты круче, то я думаю, что есть у меня два объяснения того, что мои томаты не такие крутые, как у вас. Ну, во-первых, очень поздняя весна. Мы практически на полтора месяца против прежних лет задержались. Помимо того, я уезжала больше, чем на месяц в Москву по семейным обстоятельствам. И кое-какие мои эксперименты придётся повторить в следующем году. Ну, ведь это же тоже здорово, когда что-то можно продолжить и повторить, и получить какой-то результат. Я думаю, вы меня простите. А сейчас о том, что я делаю с томатами. Ну, в первую очередь, конечно, эпин. Дважды за сезон я опрыскиваю эпином. Ампула на пять литров воды. И по всем листьям прохожу. Очень хороший эффект. Всё по инструкции. Второе. Я беру на пять литров опрыскивателя янтарной кислоты, четыре таблетки, несколько капель йода и буры. Можно бурной кислоты. Ну, берёшь буквально вот на кончике ложки. Чуть-чуть. И гумат. По инструкции, опять-таки. Я в этом году взяла гуми. Не знаю, как он себя проявит. Посмотрим. И иду по листьям. Если остаётся раствор в опрыскивателе, то я прохожу по георгинам, по свёкле, ну, конечно же, по своим любимым клематисам. Для них можно и специально заведить опрыскиватель. Опрыскать клематисы, гортензии и наслаждаться их красотой. Но атоматы тоже красивы, согласитесь. Я сейчас опрыскивать не буду. Опрыскивать нужно или рано утром, или поздно вечером, или в пасмурную погоду. А сейчас жарит солнце. Я убедилась и в прошлом году рассказывала, какой мощный эффект оказывает настой сквашенной травы, особенно если там есть крапива. Подержишь недельку, запашок, конечно, мама не горюй. И поливаешь. Литр на ведро. Литр вот этого настоя. Под коренью поливаешь. Ну и, конечно же, очень хорошо томаты отзываются на мульчирование. У меня здесь вот вся земля замульчирована. Уже дважды подкладывали мульчу. Приходится подновлять. Ну и, конечно же, пропалывать. А что делать? Естественно. Если у вас из года в год фитофтора, возьмите на заметку. Кое-кто советует использовать трихопол. Ну, говорят, эффект потрясающий. Ну, я не знаю, не проверяла. Попробуйте парочку растений. Так вот опрыскайте. А то, что касается сквашенной травы и вот этой вот подкормки и вне корневой из йода, бурной кислоты и янтарной кислоты, это неоспоримо. Эффект потрясающий. Заходите почаще на наш канал и на сайт. Здоровья вам и мира вашему дому!